Ассаляму алейкум, мир вам дорогие зрители. Перед началом нового ролика мы традиционно благодарим тех из вас, кто поддерживает проект Мирадио. Именно ваша помощь позволяет продолжать перевод и озвучивание интересных и полезных роликов. Спасибо вам за это. Ссылка на страницу «Поддержим Мирадио» в описании под этим видео. Ассаляму алейкум. Братья и сестры, случается ли у вас так, что иногда, совершая намаз, вы изо всех сил стараетесь сосредоточиться? Вы путаетесь и пытаетесь вспомнить, сколько ракетов уже совершили? Или о том, по-прежнему ли вы в состоянии ритуальной чистоты? А иногда на вас накатывает усталость и зевота прямо во время молитвы? Из серии «Уловки шайтана». У дьявола припасено множество приемов против нас, когда мы совершаем молитву. Сегодня я расскажу вам о трех из них, о том, как им противостоять, иншаллах. Бисмилля, начнем. Первое. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, когда человек совершает молитву, приходит дьявол. Он подступает к человеку осторожно, обходится с ним так ласково и нежно, будто с любимым домашним животным. И в этой комфортной обстановке он начинает нашептывать, наущать. Например, внушает молящемуся ложное ощущение, будто из его тела вышли газы. Шайтан шепчет человеку, «Твоя чистота нарушилась. Наверное, тебе следует прервать молитву». Шайтан продолжает нашептывать человеку, не останавливаясь, до тех пор, пока тот не начинает думать только об этом и паниковать. Сделал я это или нет? Прервать молитву или продолжить? Но не волнуйтесь. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, дал нам ответ. Он сказал, «Не прерывайте свой намаз». Продолжайте молитву, кроме того случая, когда вы на 100% уверены, что это случилось. Не на 99%, а на все 100% уверены в том, что нарушили омовение. В этом легко убедиться двумя способами. Услышав четкий звук, либо внятно уловив запах. И только в этом случае, если кто-то, совершая намаз, обнаружит один или оба этих факта, да, молитва недействительна. В иных случаях продолжайте молиться, игнорируйте нашептывание шайтана. Другой прием дьявола, о котором я расскажу далее, иншалла, он попытается заставить нас перепутать порядок действий в намазе. В тот момент, когда мы должны читать фрагмент из Курана, он попытается внушить нам, что нужно сделать дуа. А в момент, когда следует произносить дуа, например, во время земного поклона, он шепчет нам читать Куран. Порой он пытается внушить нам такие вещи, о которых мы раньше и не думали. Но вновь не волнуйтесь. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, не забывайте произносить салават, дал нам ответ. Он сказал, дьявол, который таким образом пытается атаковать нас, известен как ханзаб, также произносится как хинзаб. Специальный шайтан, назначенный мешать нам в намазе. Чтобы остановить его нашептывание и попытки нарушить нашу молитву, нам следует ответить двумя способами. Первое, попросить у Аллаха защиты от этого шайтана, сказав, мне говорят, брат, я столько раз говорю это в намазе, но ничего не происходит. Я отвечаю, вы в самом деле это говорите искренне, от всего сердца? О, Аллах, защити меня от шайтана, который пытается украсть у меня мой намаз. Убедитесь, что каждое слово исходит от сердца. Второе, три раза слегка плюнуть налево от себя, вот так. После того, как вы это сделаете, шайтан уйдет ни с чем, иншаллах. Третья атака шайтана, о которой я хотел рассказать вам сегодня, это его попытки наслать на нас зевоту. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, зевота от шайтана. Он хочет, чтобы мы зевали, открывая свои рты так широко, как это возможно. Но зачем? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, потому что шайтан в этот момент заходит. Братья и сестры, попав внутрь, он способен причинить еще больше вред нашему намазу. Он будто бы налаживает устойчивое вай-фай-соединение с нашим телом, да защитит нас, Аллах, от этого. Но вновь я говорю вам, не волнуйтесь. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, дал нам совет, научил нас тому, что делать, если мы все же зевнули. Он сказал, Делайте все от вас зависящее, чтобы удержаться от зевка. Например, слегка прикусите губу, или же прикройте рот рукой. Это защищает от проникновения шайтана внутрь нашего тела. Пусть Аллах защитит всех вас, дорогие зрители. На сегодня все. Да благословит Аллах ваши молитвы. И не стесняйтесь делиться этим видео. Ассаламу алейкум.